Дом 2 Старые участники живут отдельно. У них есть всё, кроме главного – права голоса. В первый четверг каждого месяца их могут выгнать из дома. Спасти их смогут только зрители. Здравствуйте, я Ксения Собчак. Это телепроект Дом 2, где одинокие сердца ищут друг друга. Вчера в нашем городке появились два новичка – Саша и Марик. Девчонки должны были решить, кто из них останется с нами, а кто уйдёт. Но оба парня оказались такими классными, что с выбором решили подождать. Ну а сегодня у нас состоится выбор симпатий. И я надеюсь, что поцелуи достанутся не только уже избранным кавалерам, но и тому молодому человеку, который станет новым участником телепроекта Дом 2. Сегодня 723-й день нашей телестройки. В отсутствии Степана Менщикова Дима начал ухаживать за Машей. И даже пытался убедить её, что Стёпа ей не пара. Но Маша Диме дала понять, что из них двоих она в любом случае выберет Стёпу. Вчера у Андрея Чуева и Яны был маленький праздник – ровно месяц их отношений. Это событие ребята отметили романтическим ужином. Претенденты на участие Саша и Марик весь день уделяли внимание Насте Бабенко. Но на лобном месте Марик заявил, что помимо Насти ему симпатична и Ольга Моцак. И сегодня на предварительном голосовании девчонкам предстоит принять решение, за кем из новичков им встать или оставить Сашу и Марика без поцелуев. Сашу и Марика без поцелуев. Да, и вот это как-то сразу так… Подержи, пожалуйста, мой кофа. Развеяли. Сегодня выбор всё равно надо делать. Я в таком же замешательстве. Я вообще не знаю. Я вообще не знаю. Что мне, монетку подкидывать? Ага, хоть так, потому что по-другому я вообще не понимаю. Чтобы вообще никому обидно не было. Я ничего не хочу. Не монетки подкидывать. Я говорю, я буду голосовать за двоих. Знаешь, я сказала, что прям все девчонки в восторге. Я думаю, чего в восторге. Обычные ребята. Он похож на этого, на Киана Ривз. Ну я ничего такого прям особенного, типа, не увидела. Ну, если ребята. Ну что, погода кажется отличная. Нас мало, но мы в пельняшках. И в глазах видят, что мы все хотим поработать. И поэтому куда отправляемся? В стройку! Мы уходим на стройку, Зая! Помни меня, Зая! Я обещаю вернуться! Ну что, отсрочили вам день решения? Да. Вчера не хотели нас отпускать. Порвали нас вчера, разорвали. Вообще все. Ну, вот ты скажи. Вот кому ты конкретно уделял внимание? Я? Ну, вообще, конечно, я так дырлюсь, а покамюсь на Настю. Она такая прикольная. Ну, я смотрю именно сейчас на Настю. Ну, Насте, по-моему, больше понравился второй молодой человек, нет? Тебе так не показалось? Не, ну, она вчера сама сказала, что. Типа, ля-ля-ля. Типа, ну, на один, как бы, на один процент я ей нравлюсь больше. Ну, хорошо. Кто все-таки останется, как ты думаешь? У тебя ведь сильный соперник. Не знаю. Ну, смотри, сегодня еще будет предварительное голосование. Это когда девочки будут дарить поцелуи молодым людям. И если, допустим, за ним никто не выйдет, а к тебе подойдет девушка и тебя поцелует, это сразу увеличит твои шансы остаться с нами. Потому что это будет говорить о том, что у тебя больше шансов построить здесь отношения. Ну, это хорошо. Ну, на голосование... Но есть кандидатура? Ну, я же вижу, что я, в основном, конечно, хотел бы... Чтобы Настя... Естественно, ну, 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 что это тут бегать от одной к другой, от другой к третьей, от четвертой... А другие тебе никто не нравится? Не, ну, все девчонки хорошие, но вообще, как бы, то есть мне хочется с Настей о чем-то говорить. Ну, вот... Ближе узнавать, будем так говорить. Хорошо, что ты такой у нас последовательный, это мне в тебе нравится. Из ДСАФ или откуда? Работать! Или хорошие штаны одел? Я просто одел хорошие штаны. Заехал посмотреть. Ну, заткнулся, надо и поработать. Ну, если надо, так надо, работайте. Ну что, мне приятно, что ты все-таки послушался моего совета. Видимо, поспал чуть-чуть и как-то к вечеру ожил. И произвел, насколько я знаю, очень приятные впечатления на наших девчонок. Так я понимаю? Ну, наверное, да, если так говоря. Как ты думаешь, на чьей стороне сейчас и фортуна, и внимание девчонок? Вот из вас двоих. Я не знаю, вот, общее мнение всех, да. То, что я заметил, и лично мое мнение первоначальное, да, абсолютно поменялось в сторону Оли. Оля, как к тебе относится? Как мне показалось, вот, вчера, да, то, что я увидел в глазах, где-то там, мне показалось, что реакция на меня, то есть, позитивная. Ну, да. Хорошо, сегодня у нас предварительное голосование. Да. Ты думаешь, Ольга выберет тебя на него? Я надеюсь. Мне бы очень хотелось. Андрей, ты пришел. И что дальше? Ничего. Ну, если тебе это так нужно, почему ты не можешь подойти? Ну, объясни мне, вот мне непонятно. Ну, разговаривали на эту тему 150 раз, одно и то же происходит. Андрей, это мелочь, но на мелочах, я тебе говорю, строятся отношения. И вся жизнь наша. Прям вся-вся, каждый день. Мне кажется, я сегодня, мне кажется, я сегодня разбил судьбу. Я тебе не поцелуюсь, когда все перевернусь, чертовы мои. Это отношения просто у меня, это все. А вчера это не отношения. Почему это вчера? Каждый день мы живем за... Ну, как бы, новый день. Мы с тобой живем здесь, каждый день. Мы с тобой живем, как бы, 24 часа в сутки. Я пришла, ты лежала. Я подошла к тебе и там, что-то там... Чего ты там? Поцеловала. Когда? Вчера, когда приехала. Потому что я пришла. Чего, сплетничаете, что ли? Да, о новых мальчиках разговариваем. А тебе все скажи. Новости рассказываю. А у меня кое-что для вас есть. Что? Неужели? Вот. Ой. Ух, прикольно. Фотоальбомы с нашими фотками. И фотки внутри есть. Да нет, Рома. Серьезно тебе говорю. А что ты обманываешься? А вовсе она вообще. Прикольно. А только наша пара, да? Ну что, алкоголики-тунеядцы, всем привет. Привет. Здорово. Привет. Дай кого не дышать. Йоу. Итак, давно я вам не приносила подарки на стройку. Сегодня я их принесла. Сегодня у нас смс-советы. Да что вы? Дорогие мои, да. Ну, есть какая-то радость по этому. О-о-о. Замечательно. Такая радость меня устраивает. Это какой-то дядя. О-о. Это Стас Оскар. Это что за Стас? Это котенок. Это мы ехали на гастролях куда-то. В Саратов. Э-э, кто первый хочет начать? Хочу начать с позитива. Давай, Сэмик. У тебя давай напомним. Руслана Проскурова. Давай. Неужели тебе нравится эта жаба? Ну, ответ. Ну, ты, Руслан, и козел. Позитив полный. Можно я прочитаю, Сэму? Жесть вообще. Только не по очереди. Поднимаем руку, и я даю. Руслан. А, Андрей. Ответ Виктории. Я Виталий, мне 27. Тоже из Молдавии. В Москве уже 6 лет. Скажу честно, ты красивая. Ну, просто обаяшка. А твой Руслан фуфло. Хоть и мой земляк. Честно, он не любит тебя. Он просто с тобой ради проекта или ради другой выгадает. Можно прочитать мне? Замечательно, да, Руслан? Сэм, жесть, конечно. Ну, придется прочитать. Сэм, радость! Зачем тебе эта колхозница? Ты лучший, будь умнее. Чао! А, Настя, сейчас ответ от Насти будет. А, Настя, ты видишь, ты ведь лучшая подруга Бородули. Неужели правда, что она рассталась с Осиком и влюбилась в какого-то Никиту? Так, Бородулька, а что ты можешь на это сказать? Это такие слова? Подожди, Бородина. Подожди, подожди, там есть и фото. Извини. Есть, есть. Для кого у вас этот двухэтажный домик? Для Никитки? Для Никитки. Для Вентарии. Настя, помири Оскара с Ксюшей. Ведь они и ты с Эмиком лучшие. Неужели? А, Настя, они правда не вместе. Хорошо, я должна как-то ответить на этот вопрос? Обязательно, дом строим тебе. Хорошо. Только не ври про тебя, потому что я знаю правду. Да, на самом деле я счую. Да нет, на самом, ну, раз действительно задаются вопросы, да, и мы претенденты на дом, бывшие претенденты на дом, хочу сказать сразу, потому что действительно пары Оскара и Ксюши больше не существует. И, к сожалению, мы с Оскаром расстались уже больше месяца назад, мы не вместе. Поэтому всем хочу сказать, что не нужно больше голосовать за нашу пару, мы больше не претендуем на дом. И хочу сказать следующее, что мы остались друзьями, мы общаемся, все замечательно. Не нужно там в нас разочаровываться, просто так сложились обстоятельства, что мы больше не вместе. Торик, вообще, выбираешь меня сегодня или не выбираешь? Лови, 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 вот мое сердце, лови, лови, давай, давай, давай. Мои усилия, что я взял у нее, да, поднес, никак не ценится. Мои усилия, что я взял у нее, да, поднес, никак не ценится. Если честно, мне до меня это очень больная тема, как я, как Бузова. Да ладно, просто червился потом, да, нормально себе. Я думаю, что, понимаешь, главное для фаната, да, вот для человека, который там за тебя болеет, который тебя смотрит, говорит, тебе пишет письма, сама ты интересна как личность. Понимаешь, не то, что там у тебя есть Оскар, за это я тебя люблю, а за то, что ты Ксения. Мне нужнее, которые за меня. Вот, мне тоже нужнее, которые за меня. И которые, даже когда, после того, как я рассталась с Оскаром... Наоборот, поддерживали вы? Поддерживали меня и занимали нейтральную позицию в плане наших отношений. То есть не говорили там, Оскар скотина, Ксюша, ты молодец, или наоборот. А говорили, что, ребят, ну раз вы расстались, значит, вы посчитали так нужно. Потому что они тут же начинают судить необъективно. Они же не знают наши отношения. Вот, они же не видят, что у вас было. Это ваше отношение, они не более-менее видят, да? Ну, естественно, не более-менее видят. А у нас же непонятно, понимаешь, это все происходило дома. И вот, по-сотому, там все писали о вас хорошо. Никто о вас плохо практически никогда ничего не писали. А все эти ссоры, все эти проблемы, и реально сейчас Оскар счастливый, я счастливая, все нормально. Ну что, Машенька, ты сменила имидж, я смотрю, стал такой брутальный, прямо взрослый. И как со Степой? Нормально. Или все-таки Дима своим вниманием как-то на свою сторону? Мне очень приятно, но я ему это не покажу, Степе. Ну, Дима, ведь тебе тоже интересен? Нет, как мужчина не интересен. Ну, зачем ты позволяешь, чтобы он за тобой ухаживал, тебя трогал? Нет, я не позволяю. Я уже кричала, ругалась, он уже ходит на меня злой, ругается тоже на меня, потому что, видимо, он понял, что все, уже ему не разрешаю. Он начинает прямо так. Ну, Дима же тоже интересный парень. Почему он тебе не нравится? Мне нравится Степа. Сердце не перекачивает, нравится. То есть Дима для тебя исключительно друг? Да. А Степу, я так понимаю, ты начинаешь сейчас воспитывать? Стараюсь. Получается? Ну, чуть-чуть получается, он уже такой ходит, спрашивает, там, что такое, что случилось, там, почему. Трепень начинает относиться, если раньше он думал, что вот он скажет, иди сюда, сделай тот, то будет так. Сейчас, видимо, уже чувствует, что нет, так не будет. Скажи, пожалуйста, а как тебе новенькие? Интересные мальчики оба, вообще потрясающие. Мы вчера так зажигали, они там. Кого оставишь? Наверное, Марика. Почему? А я просто не очень Насте верю, что ей симпатичен Саша. Думаешь, что это просто позитивно, чтобы держаться? Ну, Ксюш, ну, с утра она говорила, Марик, и только Марик выбирайте, только его. Потом в обед, вечером ближе уже к лобному, она поговорила с Яной, и Яна сказала, что Саша ярче для проекта, и стал нравиться Саше. Вот. А Марик, я смотрю, общается с Олей, они даже внешне друг другу очень подходят, и мне кажется, у них получится. Мне чисто по-женски чуть-чуть обидно то, что человек, ну, даже не пытался спасти отношения. С одной стороны, это хорошо, да, потому что реально мне они на тот момент были не нужны, ну, не то, что не нужны, я понимала, что все, что даже если мы начнем все сначала, уже ничего не получится. Но, понимаешь, хотя бы какие-то попытки видеть того, что человек реально от этого, да, как бы не переживает. Есть такой этап в отношениях, когда люди уже начинают друг друга обижать, и когда они расстаются, то, собственно, а что спасать-то? Просто само понимание того, почему я рассталась с человеком, немножко неадекватно, потому что в интернете сразу записали о том, что она нашла себе богатого олигарха, и все, вообще, ей всю жизнь нужны были только деньги, и она встречалась с богатым. Кто богатый? Оскар. Кто из моих мужчин был богатым? Скажите мне, пожалуйста. Вот. И просто я реально поняла, что в наших отношениях я его подавляю очень сильно, то есть я ему не даю расти, идти вперед, потому что из-за своих, так, лидерских качеств, так скажем, да, и постоянно вот этих упреков, я просто не даю человеку расти. Хотя, в принципе, я всегда была, наоборот, тем человеком, которому говорил, Оскар, тебе надо там идти вперед, тебе надо то, тебе надо это. Ну, как малка. Да. Ну, вот именно. А я хочу женщины быть. Девочки и мальчики, наступила весна, и я надеюсь, что в такой замечательный день ни один мальчик не останется без поцелуя. Не дай бог, сегодня будут одиночки, будете разбираться отдельно со мной на лобном месте. И первый мачо, который я хочу возить сюда, человек щедрость, который постоянно дарит своей девушке то закаты, то рассветы, луну недавно подарил. Надеюсь, что сегодня будет солнце. Выходи сюда, Андрей Чуев. Я выхожу не один, я выхожу со Степаном, потому что Степан должен, подожди. Дай зажигалку. Что ты делаешь, напроклади. Он сам надуется. Держи, держи просто. Ты знаешь, Яночка, я долго думал, что же тебе подарить. Перебрал все, зелень, петрушку, цветы какие-то нашел там где-то чьи-то, не стал брать. Слава богу, Степан помог с подарком. Сейчас, Яночка, я хотел тебе сегодня, у нас был буквально недавно месяц наших отношений, Я хотел тебе подарить сегодня свое сердце. Лови, 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 вон на сердце, лови, давай, давай, давай. Да здравствует любовь! Да это все фигня на самом деле. Сердце улетело, и бог с ним. Андрюха, это свадебные буки. Я знаю, не подумаю пока, что это намек на свадьбу, может быть в дальнейшем, бог его знает, что произойдет. Просто я дарил те разные буки, это дарил цветы, дарил петрушку, но такого еще не дарил. Поэтому хочу подарить тебе... И такого Андрея Чува мы после Леры ни разу не видели. Он действительно влюбился! Держи, пожалуйста. А я, в свою очередь, после того, как ты мне подарил луну, всего лишь луну, я тебе хочу подарить весь мир. О, господи! Молодец, Янка, молодец, умеет отвечать достойно, умничка. Букет забери, букет. Итак, после того, как я увидела карту мира, я хочу вызвать следующего путешественника сюда. Потому что этой парочки практически никогда не бывает на проекте. Ромочка, выходи сюда. Из очередного путешествия я привез тебе маленькую статуэтку. Моя очень хорошая подруга была недавно на Бали. И оттуда привезла приятный сувенир. Это женщина, которая делает вот так вот. Почему она так делает, остается вам догадываться. Спасибо! Отлично! А вот мои усилия, что я взял у нее, да, поднес, никак не ценится. А я хочу тебе тоже сделать подарок, котенок. Подожди, подожди, а еще этот пакет летает. Ну, у него, как бы, Степан не подарил мне этой факела. Ну, смотри. Давай. Иди! Оля, у меня тоже для тебя есть подарок. Так, наступает весна, и мне хочется видеть себя в ярких, красивых вещах. И мы были в Петербурге, Рома хотел купить себе футболочки, но у него не хватило денег. Я купила ему купальник. А у меня хватило денег, и поэтому я дарю тебе то, что ты выбрал, то, что тебе понравилось, но то, что ты не смог себе позволить. О, клево, спасибо. Она какая-то маленькая, нет? А я что, большой, что ли? Ну, что-то прям, это что, XS размер? XS размер. Зато какая надпись! Кинг! Король! Король! Он мой король! Давайте, королеву свою уноси. Да, с ответкой. Спасибо. Я искренне надеюсь на то, что сейчас будет минимум негатива и максимум позитива, потому что сюда выходит негатив-фактор! Давайте поаплодируем! Йоу! Тори, я не верю своим глазам, я даже готова снять очки ради этого события, потому что я вижу Руслана с подарком, наконец-то! Отдельный аплодисмент этому событию! Я в работе, каждый раз подарки дарю! Что ты здесь делаешь? Что ж здесь? Торик, вообще, выбираешь меня сегодня или не выбираешь? Ты, если прекратишь выделиться, тогда выбираю. Ну, я учусь, потихоньку прекращаю. Виктория, так как я желаю нам с тобой побольше страсти и любви, и так у нас достаточно страсти и любви, но больше надо, да? Вовремя поправился, молодец. Был я, видишь, надписи, иероглифы, это значит из Гонконга, made in China, шелковое постельное белье, чтобы мы кувыркались и скользили жестко. Я отложу это постельное белье до лучших времен. Спасибо, ты услышал мои пожелания и, наконец-то, подарил мне это. Ты что, не целуешь меня? Он поцелует! Конечно! Нормально. А что ты встал там? Руки в брюки. Я тебе говорю, дорогой мой. Выходи. Девчонки, это супер губка. Я хочу сказать, что этот человек, к моему сожалению, уделяет мне очень мало внимания, Стюк, и никаких подарков, никакого моего внимания не будет, пока ты не повернешься ко мне лицом. А вы почему не приглашаете меня танцевать? Я не приглашаю вас танцевать. Не приглашаете? Нет. Ну и слава богу. Так мы просто поцелуемся. Ну что же, а следующему молодому человеку, наверное, не нужно уже не дарить никаких подарков своей девушке, не покупать цветов, потому что, в принципе, с ними все ясно, практически уже женатики. Вова! Женатик выбежал! Подожди, мужик первый. Этот раз без подарка у меня как раз ничего и нету даже. Ксюха правильно все сказал. Я хочу поделиться самым дорогим, что у меня есть. Семечки! Спасибо. Кушай, Вова! Этот человек, практически троюродный брат Александра Сергеевича Пушкина, который обожает писать стихи своим женщинам и признаваться им в любви. Посмотрим, кому сегодня так сильно повезет, и наш дорогой Ромео в очередной раз напишет письмо, либо скажет что-то такое необычное. Дмитрий, выходи сюда, пожалуйста. Ты почему-то с женской шляпой. Я не в женской шляпе, я сегодня не в роли Ромео, а в качестве главного глашатого проекта собираюсь засчитать указ. Указ Потаповича за номером один. Подателю сего письма обязую взять, ну то есть меня, с собой девицу Алену, дабы хранить ее в целости, сохранности и целомудрии до свадьбы. И обучить всем тонкостям и премудростям добропорядочной жены. Алене слушать Дмитрия во всем, ибо такова моя воля. Указ исполнить немедленно. Так, мне целовать человека? Конечно. Да, нет, нет. Давайте целуйте, правило проекта, нужно поцеловать. Первый указ от Потаповича насчет жены, жена должна целовать своего мужа всегда. Тренируемся. Так, только в ручку. А меня? Нет. Пойдемте, подпишите, Лёва. Так, кокос Бородину выбрал, ну-ка пошли со мной. Давай, кокос. Кокос выбрал меня. Да, хватит Бородулю выбирать. Что же, я даже не знаю, как следующая девушка, когда выйдет сюда, унесет все эти подарки, которые для нее приготовил ее молодой человек. Сэм Селезнев, прекрати уже это делать. К сожалению, я потратился все, что у меня было, и я готов для моей любимой все. Зато я приготовил ему сюрприз, хочу сказать кое-что, что. Наконец-то, действительно, весна, пора любви, и я уже не помню, когда в нашем доме была последняя ссора. Я очень рада тому, что мы перестали с тобой ругаться. И хочу подарить тебе Таню под романтическую музыку. Ну давай, Зоя. Зоя. Ну, Сэмми. Ну давай, пока ты не мучили. У-у-у-у-у. Подожди, но мы не так. Давай-давай-давай. Где наск Gomez? Спасибо огромное музыкантам, это было великолепно! У-у-у-у-у-у! Классно! Ну что же, и одного из этих замечательных музыкантов я сразу вызываю сюда. Александр, это для вас. первое предварительное голосование. Прошу вас. Ну что? Что? Они не хотят его выбирать? Тогда надо, как коню. Держи, как косо. Привет, кот. Только не выпускаю его. Надеюсь, что это не окажется для тебя кот в мешке. Давай, Александр, ты сегодня одинок, к сожалению. Да? Ладно, кот. Как у вас кот? За кот. Зря ты его отпустил. Ну да, типа. Ну, надеюсь, что для Марика все не закончится так печально, как закончилось для Александра. Марик, пожалуйста. Боже мой, ну не елки, Палтик, где же цевагон, а? Без перона пошла, вагона не нашла. Боже мой, Вера. Вера, это ты? Верочка, это ты? Да, это я. Ты сняла грим, как приятно. Нет, я сделала операцию, вот, и стала мужчиной. Верочка, так прими же меня, я же твоя еля, ты что, не узнаешь? Ну да, что-то есть, только ногти нужно, немножко педикюрчик сделать. Так это же твоя работа, ты же замечательно с ногами справляешься. Что за колготки, я же стрелка на стрелке, Лыда, что ты делаешь вообще? Ну и мой на колготки. А ты тебя одевала, что за колготки, Слава, на тюрьме, на угоняйте, вообще. Я тебе цвет вообще подорисовала. Красный цвет устроишь. У меня так тени. Так, я не поняла, Анастасия, ты тоже выбираешь? Вот так вот можно, да? Да, ну вообще нежелательно, если честно. Целуй! Целуй! Саша, иди сюда. Так, вы уходите, парочка. Иди к парадонике. Ты пока стой со мной и наблюдай за тем, как действительно правильно нужно признаваться в любви. Александров, выходи сюда. Тебе слово. Моя дорогая Олесечка, в данный момент я нахожусь здесь один, но нисколечко не сомневаюсь в том, что твои симпатии отданы полностью мне. Я не романтик. Я только учусь. Как ты меня учил, я стремлюсь к этому. И в данный момент нас разлучают некоторые дела, которые я запланировал в Доме-2, которые я еще не сделал, но обязательно доделаю. И как только я доделаю, мы обязательно будем с тобой вместе. И в данный момент я хотел бы сделать одно из этих дел. Я хочу тебе признаться в том, что я люблю тебя. И это для тебя. Да здравствует любовь! Вместо того, чтобы показуху устраивать на предварительном голосовании, достаточно уйти за своей девушкой. Что ты возмущаешься? Да ничего. Я вот, знаешь, если бы я не ушла за своим парнем и посылала бы ему воздушные кораблики... Это его право, пускай что хочет, то и делает. А он занимает место здесь мальчика, который мог бы сегодня остаться. Вот почему я возмущаюсь. Я здесь два года, и я имею право возмущаться. Я уже всю неделю возмущаюсь. Моя цена очень высокая, и я не хочу ни за кем бегать. В чем она измеряется? Вот когда девушка говорит, я знаю себе цену, это что значит? Несмотря на то, что Олеси с нами нету, знай, Олесь, что мы очень по себе скучаем. Особенно Андрей, который так красиво признался тебе в любви. А мы встречаем Ксению Бородину. Ну что же, действительно, сегодня Андрей на предварительном голосовании очень красиво признался в любви своей, я уже даже не знаю, как сказать, бывшей девушке или девушке Олесе. Андрюш, как это все понимать? Я люблю Олесю. Замечательно, Андрюш. Когда люди любят друг друга, они, наверное, вместе. Ксюш, ну я же говорил много раз, некоторые моменты, которые я здесь еще не уладил, нужно их уладить до конца. Я немножко не понимаю, ты никак не можешь объяснить, ты не говоришь это на тет-а-тете, ты не говоришь об этом на лобном месте, какие у тебя дела и как долго они будут длиться. Потому что, Андрюх, смотри, с одной стороны, я очень рада за тебя, что ты построил здесь свою любовь. Девочка действительно замечательная, и поверь мне, очень жаль, что она покинула телепроект. Но здесь люди строят свою любовь. И мы не раз упрекали других людей, что они занимают чье-то место, понимаешь? Дима, да, который, допустим, уже долгое, длительное время не может построить отношения, но тем не менее он в поисках. Ты проверяешь Алисю? Нет, не Алисю, а мы проверяем свои отношения на расстоянии. Хорошо, ты говоришь о том, что нужно проверить свои отношения. А ты чем-то рискуешь, если уйдешь отсюда? В принципе, нет, ничем не рискую, но я же тебе говорю, Ксюша, я хочу доделать некоторые дела. А ты не боишься то, что... Я не боюсь. В какой-то момент позвонит тебе Алис и скажет, знаешь что, Андрей, я устала ждать. Я хочу быть с тобой. Отлично, мы будем с ней. А сейчас она тебе говорит, оставайся там и... Сейчас мы с ней поговорили, и в данный момент она понимает мое состояние, и она согласна с тем, что мне нужно быть здесь и доделать это дело. Ну, замечательно. От бизнесмена Андрея Александрова переходим к ребятам, которые сегодня остались одинокими на предварительном голосовании. Это Дмитрий и это Александр. Дмитрий, ты хоть и пытался отмазаться тем, что якобы ты вышел с неким предложением к Алене Водонаевой, да, от Антона, но, тем не менее, ты остался одинок. Ты не раз говорил о том, что тут каждая девушка может построить со мной отношения. Да, вот меня Настя влюблена. Ты намекал на то, что Настя в тебя влюблена. Не раз, да, и не надо сейчас это отрицать. Тем не менее, Анастасия сегодня не вышла за тобой на предварительном голосовании. Она, наверное, постеснялась? Ну, это надо спросить у Анастасии, а не у меня. Я хочу спросить у тебя сначала. Как ты сам думаешь? Ну, человек сделал давно уже свой выбор, что не хочет быть со мной. Ее право не выходить на предварительном голосовании за меня. В любом случае, как бы я к этому ни относился, это ее право, я ее уважаю. Хорошо, я хочу, чтобы ты передал сейчас микрофон Анастасии, потому что она не вышла за тобой, зато вышла за Мариком. Причем вместе с Ольгой. Девочки, как это понимать? Ксюш, на самом деле я хотела ответить на этот вопрос немножко позже, когда мы будем выбирать, кто на проекте останется. Хорошо, это твое право. Оля. Почему я вышла за Мариком? Да, мне Марик симпатичен. А это как-то взаимно? Ну, я думаю, что взаимно, потому что Марик мне уделяет какие-то знаки внимания. Делал мне вчера замечательный массаж. Замечательно. Да, но это я знаю. Но тем не менее, он сегодня очень порадовался тому, Оль, что за ним вышли две девушки, а не одна. Понимаешь? И он даже просил, а можно со мной две останутся? Тебе как это? Мне, в принципе, то, что вышли мы вдвоем, мне все равно. Я в себе уверена. А его реакцию? А его реакцию будем проверять дальше. То есть, если он будет себя так дальше вести, ничего не получится. Кто тебе симпатичен больше из двух девушек? Анастасия или Ольга? Я отдаю предпочтение Оле. Замечательно. Надеюсь, что во время голосования все, что нам хотелось сказать Насте, это не поменяется сейчас. Ну, и прежде чем мы приступим к голосованию, Маш, что такого сделал страшного Степан сегодня, помимо того, что подарил тебе хрюшку? Что ты так на него сильно разобиделась, понимаешь, и не хотела подходить на предварительном голосовании, целовать его? Я не разобиделась, просто мы с Степаном как-то договаривались, что у нас будет как бы идти обмен, да, энергетикой, там, как он ко мне относится, так и я буду к нему относиться. Дашь на дашь? Ну, не столько так, Ксюш, понимаешь, мне немножко, я себе цену знаю, я в себе уверена, и я не хочу повторять... Мне всегда очень нравится, когда девушки говорят, я себе цену знаю. Какова твоя цена, Маша? Моя цена очень высокая, я не хочу ни за кем бегать. В чем она измеряется? Вот когда девушка говорит, я знаю себе цену, это что значит? Ксюш, это значит, что пришли два новых мальчика, которые пришли не ко мне, но я эти два дня получила столько внимания, столько комплиментов, я снова почувствовала, что я там девушка, что я привлекательный... А со Степаном ты не чувствуешь себя девушкой? Замечательно, а зачем же ты такой мужчина, с которым ты не чувствуешь себя женщиной? Ты как он-то мне нравится? Степа, зачем ты переделываешь постепенно Машу в мужчину? Я еще раз хочу извиниться перед Машей за то, что я сегодня недостаточно времени уделял, и уделял ей исключительно своей постели, потому что у нас был ночной перелет, и твоей в том числе. Ну вот, потому что у нас был утомительный перелет, многочасовой на север летали, три с половиной. Маш, скажи, пожалуйста, вот тебе действительно ты предъявляешь эти претензии к Степану, и они обоснованы, либо ты просто вот считаешь, что ну а почему бы нам не поругаться, да, потому что я вижу, что ты хоть и обижаешься на Степана, тем не менее ты с ним вместе, ты сидишь рядом, и в принципе достаточно Степана подойти, тебя обнять, поцеловать, ты тут же забываешь обо всем. Нет, Ксюша, этого недостаточно, этого было достаточно несколько дней назад, сейчас ситуация изменилась, и отношение к человеку... Наши пятидневные отношения несколько дней назад, это было актуально, а сейчас уже нет. Я имею в виду ту ситуацию, которая происходила на лобном месте, после которого мы ездили на романтическое свидание, мое отношение к человеку поменялось, и мне бы, как девушке, хотелось бы, чтобы мне человек как-то показал, вернул меня в то состояние, там, какой-то, может быть, даже влюбленности, которое было раньше, а Степа не хочет этого делать. Степа, почему-то пятидневное состояние Маши влюбленности нельзя вернуть назад, скажи, пожалуйста, что происходит. Почему нельзя? Можно... Дело-то в желании, Степа, у тебя желание, это есть это дело? Конечно, нельзя войти в реку не единожды, как говорится, ну, тем более второй раз. Вот, поэтому человеческие отношения, они изменчивее самой погоды, матушки, вот, и постоянно изменяются. Философ ты наш. В данном случае такая же ситуация. Это не хорошо, не плохо так есть, я очень хорошо отношусь к Маше, я не хочу сказать, что я там безумно ее люблю, но она мне симпатична, я думаю, что все покажет время, вот, что произойдет в результате синтеза наших с ней чувств друг к другу. Замечательно, ну что же, от философа Степана мы переходим к голосованию, и сейчас, девочки, давайте, прежде чем у нас пройдет голосование, мы все-таки дадим мальчикам слово, да? Спасибо всем, очень приятно было со всеми с вами познакомиться, с кем-то больше, с кем-то меньше, я надеюсь, что все-таки голосование пройдет в мою пользу. И на Ольчика, на Ольчика смотрит. Хорошо, мы все поняли, подлезался, молодец, Сашка. Мальчишки и девчонки. Прошлая ночь была просто неописуемая, будем говорить так. Сегодняшнее утро было фактически великолепным, очень новым. Сегодняшний день был странным, вечер, я вечером мечту увидел, вот, ну и, господи, да спасибо вам. И низкий вам поклон. Дяка щира, як у нас скажете, вот. Александр, тебя разочаровало предварительное голосование, то, что ты остался один, и ты думаешь, что сейчас, после этого всего... Да, я, честно говоря, да, я уже, я уже там фактически в мысах, я уже этот рюкзак там собираю, вот. Понятно. Вот. Ну ладно, на жалость тоже надавил, молодец, и начиная с Алены Водонаевой, мы голосуем. Алена. Ксюх, можно ли только предисловие маленькое сказать тебе лично? Давай. На самом деле мы с девчонками очень были рады, то, что пришли два таких замечательных парня, и я думаю, что каждая девочка присоединится к моим словам. Вот какой мальчик сейчас уйдет, пожалуйста, приведите его нам когда-нибудь второй раз, потому что на самом деле парни замечательные, эти два дня мы провели по-сумасшедшему здорово, и такого позитива еще не было. Но, Сашка, ты очень классная, и как бы сейчас не повернется ситуация, там не расстраивайтесь, но мой голос за Марио. Простите. За Мариюча. Спасибо большое. Оксана. Так, если честно, мне показательными голосами были бы голоса Насти и Оли. Я вижу флюиды, которые испытывают люди друг к другу, я голосую за Марика. Спасибо. Виктория. Хотела монетку подбросить, потому что оба парни классные, но не буду скидывать себе ответственность. Ну что же, раз складываются какие-то уже флюиды отношения между Мариком и Олей, Марик за тебя. Сашка, ты замечательный, не расстраиваться, еще к нам придешь, надеюсь. Спасибо большое, Оля. Ну, конечно же, я проголосую за Марика. Ну, конечно же. Маша. Саша. Почему? Ну, он интересный, очень молодой человек. Больше комплиментов мне сказал, да, нежно? Нет, они говорили оба много. Вот. Ужас, и дело не в этом. Дело в том, что мне неприятно была эта ситуация на предварительном голосовании. Я, Саша, хочу тебя поддержать, потому что я считаю, что ты достоин. И даже большего. Спасибо огромное, Настя. Наконец-то мы дождались. Мы долго проголосуем. Это будут, наверное, ответы на все ваши вопросы. На самом деле, мне оба молодых людей очень нравятся. Оба молодых человека. Да, оба молодых человека. Если у меня вчера был перевес в 1% в сторону Александра, то это только потому, что Александр, он постоянно на позитиве. Марио немножко вчера подустал и немножечко затих. Меня немножко это как бы где-то в глубине души насторожило. А сегодня я видела совершенно обратную ситуацию. По-другому посмотрела. Вот. И то, что я вышла за Марио, это еще ни о чем не говорит, так как я хочу проголосовать так же и Александра. Поэтому мой голос за него. Спасибо большое. И Яна. Саша. Ну что же. Три голоса против четырех. И с нами остается сегодня Марио. Давайте поаплодируем этому событию. Сашечка. Ну, уже у тебя были практически последние слова, да? Осталось только попрощаться с тобой у ворот. И увидимся сразу после рекламы на телеканале ТНТ. Спасибо. С оконимевшими глазами, со слезами в глазах. И говорит. Дура. Какая дура, я тебе не люблю. Мать, иди давай. На самом деле, верю, что он тебе тоже нравится. Ну, борись тогда. Я не растерялась просто, Ален. Я, ну, может быть, где-то, только потому, что она мне одинаково нравится. Понимаешь, они мне одинаково симпатичны. И это хорошо, что в пользу Марио все получилось. Значит, у нас уже будет на одну девушку меньше одинокой. Это очень даже здорово. Ты говоришь, с оконимевшими глазами, со слезами в глазах. И говорит. Дура. Какая дура, я тебе не люблю. Мать, иди давай. На самом деле, верю, что он тебе тоже нравится. Ну, борись тогда. Ну, видишь, он в Вольку влюбился. Да не буду я бороться. Ну, что ты плачешь? Пошли. Я не плачу. Видишь, я смеюсь. Пошли. Что-то такое-то. Ой, я хочу, что-то. Приду, господи. Да ничего не надо думать. Вообще. Ну, не думай. Сердце не прикажешь, Тарас, если он больше ей симпатизирует, значит, тогда уже не будет. Я говорю тебе о тебе лично, что еще придут, и ты вообще не парься. А, обо мне лично. Да. Обо мне лично. А тебе говорю, Дашко полгода ждала сынка. Полгода. И тоже со многими пыталась отношения строить. Многие парни нравились. Потом не получалось. Я не буду даже им мешать и вставлять палки в колеса. Я хочу, чтобы у них с Ольгой все было хорошо. Как бы он мне не нравился, я прежде всего хочу уважать интересы, допустим, его. Мне жили свои. Это его выбор. Ему с этим жить и ей с этим жить. Поэтому, дай бог, чтобы у них все получилось. Ну да, конечно. Если вдруг у них кто-то действительно. Вот именно. А так вставлять я тем самым и Ольге причиню много там, может быть, огорчений. Да, еще неизвестно, что из этого получится. Неизвестно, что из этого получится. Я и себе нервы потреплю, помотаю. И им еще. И им. Зачем? Пусть идет все, как идет. Вот и все. Запел. И. 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 Продолжение следует...